В Доме правительства обсудили темпы строительства в регионе. Полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов отметил, что Ленинградская область сохраняет за собой четвертое место в стране по вводу жилья в эксплуатацию. При этом для ближайших к Петербургу районов актуальными остаются проблемы дефицита социальных объектов и транспортной доступности. Речь в первую очередь идет о Всеволожском и Ломоносовском районах. Зачастую ситуация усугубляется отсутствием синхронизации программ социально-экономического развития смежных регионов, в случае это Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом до 2030 года планируется построить еще 26,6 миллионов квадратных метров жилого фонда, что приведет к увеличению проживающих в них населения более чем в два раза. Александр Дрозденко заверил полпреда, что ситуация под контролем и постоянно меняется. К примеру, в регионе действует так называемая программа «Светофор», которая делит Ленинградскую область на три зоны застройки. Разработано несколько проектов объездных дорог и транспортно-пересадочного узла во Всеволожском районе. Сегодня в обмен на налоговые льготы частные инвесторы возводят соцобъекты. Если все пойдет по плану, то за ближайшие 20 лет в регионе должны открыть больше сотни школ и детских садов. Областная казна, в свою очередь, вкладывается в инженерные коммуникации. Мы понимаем, что микрорайон Мурино-Новодевяткино, помимо мощности водоканала, требует у нас инвестиций в канализационную сеть и в строительство частных сооружений. И в этом году в бюджете Ленинградской области предусмотрено 60 миллионов для начала проектирования строительства канализационных частных сооружений. Многие проекты Александр Дрозденко хотел бы реализовывать вместе с правительством Петербурга. Как пример, соседи могли бы сообща возводить пожарные депо в районах интенсивной застройки. Продолжение следует...